Здравствуйте! Это программа «Город Асс» и я Елена Чернявская. Быть первыми в космосе – об этом мечтали все. Десятки тысяч самарцев упорно трудились ради того, чтобы эта мечта осуществилась. Некоторые из них даже не знали, что работают на космос, но весть о том, что мы первые, стала для них, может быть, самой радостной в жизни. Ветераны сегодня, помню, 12 апреля 1961 года, словно все это было вчера. Вспомним и мы вместе с ними. Сегодня я беседую с человеком, ветераном ЦСКБ «Прогресс» Михаилом Федоровичем Шумом. Здравствуйте, Михаил Федорович! Здравствуйте! Я очень рада приветствовать вас именно в этот день. У нас сегодня в студии. Я искренне от души поздравляю вас с праздником. Конечно, желаю вам в первую очередь здоровья. Ну и давайте мы побеседуем с вами на тему. Вот скажите, пожалуйста, как начиналось производство знаменитых ракет «Р-7» на заводе «Прогресс» в 1958 году? В 1958 году я закончил Куйбышевский авиационный институт. И когда у нас был выпускной вечер, нам объявили, что те, кто получил направление на завод номер один, просят в понедельник прийти в деканат. Когда мы пришли в деканат, к нам пришли три человека с завода номер один, который теперь называется «Завод «Прогресс». Это был зам директора по кадрам, зам главного инженера и один начальник цеха. Они сказали, что завод получил новое задание, просьба к нам была не ходить в отпуск, который нам положил после окончания, а сразу идти на работу, чтобы этот отпуск нам предоставят в другое время. Поэтому уже 15 марта я поступил на работу. А в апреле месяце мы уже поехали в город Подлибки на фирму Сергея Павловича Королева, где нам читали лекции о том, что такое ракета. Мы впервые с ней знакомились, увидели, что это такое вживую, стали изучать. И весь год, практически все лето, мы ездили по разным предприятиям смежным, изучали системы, которые работают на ракете, и поучаствовали в испытаниях самой ракеты у Сергея Павловича Королева. А с сентября месяца мы начали уже подготовку к испытаниям ракет у нас. То есть нам нужно было получить оборудование, поставить его, все. И где-то в октябре месяце к нам начала поступать первая ракета. Задача была в том 1958 году изготовить три ракеты. Но, правда, потом уже, к концу, нам сказали, что одна из них будет учебной, которая должна была поспасть в армию, чтобы армия училась, как на ней работать. А две натуральные ракеты. И вот эти все три ракеты действительно были изготовлены. Третью ракету мы сдавали 31 декабря. Под Новый год. Под Новый год, да. Поэтому потом, уже в январе, группа наших товарищей поехала, так теперь называют космодром Байконур, а тогда это был полигон номер 5 Министерства обороны, поехали для того, чтобы подготовить и произвести пуск этих двух ракет. 17 февраля был произведен пуск одной ракеты. Он успешно совершил все, что ему положено. Вторая ракета тоже была поставлена на стол, доведена до запуска, но потом автоматика запуск прекратила. Разобрались, то поняли, что автоматика слишком много контролирует излишне, и колебательный процесс в двигателе приняла за отказ и выключила. Этот пуск тоже был нам засчитан, и завод получил право изготавливать серию. И вот дальше, уже с 59-го года, мы начали серийное изготовление ракет 8К-71. Это вот ракета 8К-71. – Николай Федорович, а вот хочу спросить вас, скажите, пожалуйста, вот вы изготавливали первые ракеты, а вообще какие предпосылки были к тому, чтобы начать изготовление ракет? – Какие предпосылки? Мы тогда в каком положении находились? Нас со всех сторон, американцы, обложили бомбардировщиками и ракетами средней дальности. Ракеты стояли в Турции, ракеты стояли в Европе, и у них была очень мощная армия здесь. А мы не могли до них долететь. Самолеты у нас, конечно, были некоторые, но самолет – все-таки это медленно действующий оружие, пока он летит, его можно сбить. А поэтому и была задача разработать средства доставки ядерного оружия. Вот одним из средств доставки ядерного оружия была ракета. Разрабатывались и, будем говорить, крылатые ракеты. Лавочкиным разрабатывалась крылатая ракета, но она тоже летела долго, летела на постоянной высоте, то есть ее можно было локаторами засечь и какими-то средствами ПВО уничтожить. И вот с Сергеем Павловичем Королевым была разработана вот эта ракета Р-7. Разрабатывалась она под головную часть, которую задали нам атомщики, пять с половиной тонн. Вот такая головная часть. Я в нее заходил, поднимал руку, еще достать не мог потолка. Это такая мощная головная часть, которая несла, ну, я не знаю, не буду называть сейчас, какую заряд, но это была мегатонная бомба. Мегатонная. Вот. И вот эта ракета уже... В то время методов борьбы с этой ракетой не было, не существовало. Опередили как раз мой вопрос. И поэтому, конечно, существование такой ракеты, оно давало мощное впечатление на всю мировую обстановку. Когда 18 августа 1957 года прозвучало сообщение ТАСС о том, что в Советском Союзе создана ракета, которая обладает такими возможностями, это уже произвело большое впечатление на всю общественность. А вот когда мы уже работали, сделали серию, было произведено пуски в акваторию Тихого океана. Да. Вот эти пуски произвели очень большое впечатление на всех. Когда одна из головных частей упала очень близко от Гавайев, то... Причем это было сфотографировано американцами же. Они выставили корабли, самолеты в район, где будут падать. Мы объявили район, сказали, в какое время нельзя там появляться, что туда будут падать головные части. Они за этим следили и видели, что головная часть упала. Она упала в нейтральные воды, не в это самое. Но то, что она, говорится, сдвинь, и ты увидишь, по радиусу сдвинь, и ты увидишь, что она накроет, все это сразу дало. Ну, а потом мы стали модернизировать, естественно. Это была первая ракета, 8К-71. Следом, уже в 59-м году мы начали делать ракету более совершенную из этой серии Р-7. Это 8К-74, у которой уже была облегченная головная часть в 3 тонны, а не 5,5 тонн. И дальность достигала 12 тысяч километров. То есть, это все наглядно было продемонстрировано всем, поэтому поняли американцы, что нужно что-то по-другому разговаривать с Советским Союзом. Вот такое вот. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, очень ценную информацию вы сейчас рассказываете для наших уважаемых телезрителей. Как делали ракету для полета Гагарина, и было ли это каким-то специальным заказом? Нет, никакого специального заказа не было. У нас в цехе был так называемый железный занавес, как мы его называли. Там хранились ракеты. Мы делали серию, и эти серийные ракеты сразу поступали там на хранение. Оттуда они уходили в войсковые части, которые ставились на дежурство. У нас тогда было мало еще войсковых частей, которые могли. Поэтому ракеты хранились там. И оттуда просто была взята ракета 8К-71, которая хранилась в этом, и отправлена в подлипки на ферму Сергея Павловича Королева. Там ее провели доработку. Она у нас двухступенчатая ракета. На эту ракету была поставлена третья ступень. для того, чтобы поставить, естественно, нужно механически кое-что изменить. И систему управления доработать, чтобы все три ступени работали синхронно. Вот такая ракета была изготовлена. Она была испытана в подлипках. И уже получив индекс совсем другой, она была отправлена на полигон. С такой ракетой трехступенчатой летали на Луну до этого. Вы помните, что мы сумели сфотографировать обратную сторону Луны. Вот для этого уже использовалась такая ракета. Потом на таких ракетах отлетала вся шестерка первых космонавтов. Это Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Быковский и Терешкова. Быковский и Терешкова. Вот эти шестерка космонавтов отлетала на этой ракете. А вот уже когда летели трое космонавтов Феоктистов, Комаров, Егоров, а потом еще Беляев с Леоновым. Вот для этого уже нами было на нашем заводе было изготовлено новое ракето с более мощной третьей ступенью. Здесь уже полностью целиком вся ракета изготовлена была на нашем заводе. Скажите, пожалуйста, Михаил Федорович, а сколько по времени тогда занимало изготовление ракеты? И вот если сравнивать с сегодняшним ... Ну, если говорить так, от какого момента считать изготовление? Если считать изготовление ракеты из того, как сварен бак, из-за того, как она будет испытана целиком и полностью, то проходит месяц. Но дело в том, что это же длится параллельно, не одна ракета. Если так изготовили одно, потом второе, то это одно. Но они же идут постоянно. Одни варят баки, другие собирают, складывают, делают установку приборов. Мы получали 4 примерно ракеты в месяц. 4 ракеты. Ну, доходили надо 5. Но 4-5 ракет мы собирали в месяц. Вот такое. Михаил Федорович, у нас есть сюжет. Я сейчас предлагаю прерваться ненадолго и его посмотреть. Сюжет о ветеранах. Пожалуйста. Они называют себя звездные ребята старой закалки. Пятерка ветеранов космической отрасли сегодня главные экскурсоводы на площади Славы. Ведь кто, как не специалисты РКЦ Прогресс с 50-летним стажем расскажут о выставке уникальных архивных фото. Вот здесь носитель, на котором летали объекты был шарик, как мы его называем, спускаемый аппарат. Дальше спускаемый аппарат уже Союз. Вот здесь уже носитель Союз, ракета Союз. И чем она отличается от предыдущих? Вот на ней установлена вот эта двигательная установка системы аварийного спасения экипажа. Для кого-то это уникальные фото, бывшие под грифом «Секретно», а для Михаила Фёдоровича Шума обыкновенные рабочие будни. Вот нам было поручено в 58 году сделать первые три ракеты. И мы их сделали, все первые три ракеты. Одна была учебная, две нормальных, две ушли на полигон и были пущены, чтобы проверить качество нашего изготовления. Было признано нормальным и сказали, что мы можем делать сирию. Вот из одной из серийных ракет, на одной из серийных ракет и улетел потом Гагарин. От встречи Юрия Гагарина в Куйбышеве спустя два часа после приземления до самарских космонавтов Олеги Каноненко и Михаиля Корниенко. 25 выставочным стендам есть чем заинтересовать горожан. К 60-летию пилотируемой космонавтики или первого полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос РКЦ «Прогресс» решила организовать выставку состоящую из уникальных фотографий. На стендах мы можем увидеть первых руководителей РКЦ «Прогресс» Виктора Яковлевича Литвинова и Дмитрия Ильича Козлова. Фотовыставка будет работать до 15 мая 2021 года. Михаил Федорович, насколько мне известно, вы не участвовали в подготовке ракеты на Байконуре, но находились рядом, на другой площадке. Вот, пожалуйста, ваши воспоминания о том, как вы узнали о пуске Гагарина и вот как наблюдали запуск ракеты. Ну, то, что будет полет человека, мы знали все. Мы не знали только точно, кто полетит. Вот это не знали. Но мы готовили нашу обычную ракету 8К-74 на 31-й площадке. Кстати, вот сегодня с этой площадки 31-й сделан пилотируемый пуск. сегодня осуществлен. Вот. А Гагарина готовили на второй площадке. Так ее и называют Гагаринский старт. До сих пор это Гагаринский старт. Между этими двумя площадками по прямой 12 километров. И здесь степь, поэтому мы стоим 31-й на бугре и площадка 2-я как на ладони получается. конечно, за счет того, что далеко она видна плохо, но все, что там делалось, к нам транслировалось. Командование площадки 31 сделало полный, так сказать, и нам все время все говорили, какой момент, что делается на второй площадке. и когда приблизилось время пуска, то все вышли, как мы говорим, на бугор и стали смотреть в этом направлении. То есть мы видели, как полетел Гагарин, а он, кстати, летит в направлении 31-й площадки, в том направлении. И они пролетели над нами. Мы видели первое разделение, когда боковые блоки отделились. Дальше мы, конечно, ничего не видели, но нам шел репортаж, о том, как идет полет, что вот отделилась вторая ступень, работает третья, и пока нам сообщили, что произошло отделение космического корабля. Все это. А потом нам сообщили, что благополучно сел. Вот команды, которые на борт поступали, нам не говорили, но мы знали, что это один виток. Вы были молодым человеком, молодым специалистом. вы понимали тогда, что вы присутствуете при таком историческом моменте? Да, это было. Было? Да, вот это, конечно, у нас был подъем такой всех, очень душевный. Работу мы в этот день не проводили. Все это, ну, конечно, мы, тогда и радио толком не было, мы так это слушали, помню, я помню, когда Гагарин докладывал Хрущеву в Москве, мы стояли все друг вот так прислушивались. Ловили каждый звук, да, как говорится. Вот так, так что это сейчас телевидение позволяет все видеть, Бог знает, где происходит, а все мы видим как будто вот только сейчас. Вот сегодня я сидел дома и наблюдал всю подготовку ракеты на 31-й площадке, да и как она улетела, все это очень спокойно отсюда. Спокойной обстановки. Михаил Федорович, вам приходилось встречаться с Юрием Гагариным и если да, то при каких обстоятельствах? С Юрием Алексеевичем Гагарином чтобы вот так разговаривать, непосредственно что-то общаться? Нет. Но я его видел, когда мы готовили пуск вот этой троицы Комаров и актистов Егоров. Тогда Гагарин выступал дублером Комарова. Он выступал дублером и поэтому он приходил так же, как все, как вот сейчас готовится когда корабль, то космонавты приходят, основной экипаж проводит работы в корабле, потом приходит дублирующий экипаж, а мы здесь работаем, поэтому все это, особенно когда уже обтекатель одет, они приходят снова, стоит корабль вертикально под обтекателем и приходит Комаров, приходит Гагарин, мы открываем люки, все это, то есть, вот в такой обстановке, да, мы видели Гагарина все это и когда в ночь на пуск, вот самый, мы, помню, ехали для работ на старте, то нас не пустили напрямую, а сказали объехать гостиницу, потому что там спали космонавты перед запуском, вот это вот такой момент был, что мы поехали по грунтовой дороге, объезжая всю жилую площадку номер два, потому что чтобы не мешать, то есть, какое было отношение, да, что не услышали бы, но тем не менее, чтобы была спокойная ночь, все это. Вот все-таки, какие чувства испытали, когда узнали, услышали о успешном завершении полета Гагарина, первого человека? Ну, вот мы, помню, всех ходили, нам тогда на третий день, это уже было 15, нам принесли газеты, наконец, до нас зашли, мы все взахлеб читали эти газеты, где отзывы и американцев, и всего мира о этом эпохальном событии, где они подчеркивали такую мощь нашей ракеты, которая сумела вывести корабль весом четыре с половиной тонны на эту орбиту, потому что у американцев их первый корабль, который потом слетал по баллистической траектории, он даже не мог его вывести на орбитальную, добиться орбитальной скорости, он не мог такого сделать, поэтому они восхищались мощью нашей ракеты. михаил Федорович, ну а ведь какая была мощная ответственность за то, что вы сделали за ракету, за продукт, на котором полетел человек, да не куда-нибудь, а в космос, вот ведь это же было так серьезно, да, вот переживали же ведь, вот, конечно, вот особенно, когда мы уже делали полностью ракету 11А57, ей так дали индекс 3КВ, это все знали, что 3КВ это идет на пилотируемую, поэтому вот этим ракетам, которые пойдут на пилотируемый комплекс, дали особый индекс 3КВ, и все комплектующие, которые на нее шли, все, была дана команда не работать в ночную смену, только днем повышенное внимание, повышенная готовность, поэтому здесь, конечно, все понимали на всех участках работы, которые готовятся, что это идет для пилотируемого полета. Да, повышенное внимание, ну и, конечно, секретность, которая тогда существовала, да, тогда все эта секретность была полная. Михаил Федорович, скажите, пожалуйста, приходите ли вы сейчас в родной цех, общаетесь ли вы с молодыми коллегами, возможно, помогаете советам? Ну, до вот этого обстановки с ковидом, мы постоянно, у меня есть пропуск на завод, и я ходил, как бы так, встречался с своими коллегами, все это очень, довольно-таки часто, но, когда вот эта обстановка случилась, поступила команда все наши пропуска изъять из проходных не на постоянную, а временно, пока эта обстановка не разрядится. Сейчас, да, мы не ходим туда. Михаил Федорович, конечно же, вы приходили на прогресс и видели, как сейчас изготавливают ракеты, я хочу сейчас вас попросить рассказать, вот, конечно же, разницы технологии шагнули далеко вперед, ощутимо, но вот, все-таки, если сравнивать, как строили вы и как строить сейчас. Ну, тут я не могу что-то такого особенного сказать, да нет, это все идет постепенно, это, люди втягиваются, там нет такого-то рывка, что что-то такое внесли особенное, да, там была у нас аналоговая система управления, аналоговая телеметрия, сейчас цифровые системы, цифровая система управления, цифровая телеметрия, у нас появились новые видеосистемы, которые позволяют нам в полете видеть ракету, по ракете летит, мы видим, как отделяются боковые блоки, как отделяется вторая ступень, как сбрасываются элементы, мы прямо вот в живом виде видим, это новое, чего в то время не было, сейчас оно есть, ребята приходят молодые, новые, они все уже подготовлены, они знают эту технику, мы когда-то считали все на графической линейке, а они сейчас все на компьютерах делают, поэтому я не могу сказать, что такое произошло, грамотные люди, очень грамотные, они готовят все это хорошо. Ну что же, спасибо вам большое, я благодарю вас за очень интересный рассказ, спасибо, что вы поделились своими воспоминаниями и эмоциями, Михаил Федорович, ну и наша программа выходит в такой праздничный день, к которому вы, конечно же, имеете непосредственно отношение 12 апреля, это и ваш праздник, я поздравляю вас еще раз, ну и хочу предоставить вам заключительное слово, что бы вы хотели пожелать своим коллегам, ну и конечно ветеранам. Я желаю им успешного продолжения работы, сейчас разрабатывается новая ракета «Союз-5», чтобы она точно так же продолжала и стала ведущей ракетой для продолжения исследования космоса. Благодарю вас. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова